МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Для этого лишь нужно внимательно посмотреть нашу программу и ответить на один простой вопрос, который я задам вам в конце выпуска. Сегодня я хочу заняться разрушением стереотипов. Медведи в цирке. Давно привычное зрелище. Но чем они еще могут удивить? Так думают все, кто не видел медвежий цирк династии Филатовых. То, что вытворяют их звери, не раз заставляло самых упертых скептиков прикусить язык. Сейчас будет исполнен рекордный трюк. Полет артиста Мишеля под куполом цирка. Воздушные гимнасты, акробаты, эквилибристы, жонглеры. На манеже только медведи. Один жонглирует задними лапами. Другой выжимает стойку на кубиках. Третий взбирается вверх по лестницам и на высоте трех метров делает крокодил. Элемент, который даже акробатам дается с большим трудом. То, что вы сейчас видите, называется филатовским шедевром. На манеж выезжают медведи-мотоциклисты. Звери сами управляют сложной техникой. Здесь нет никакого подвоха. Это представление в Самарском цирке. На манеже вместе с медведями работает Александр Филатов. Внук легендарного дрессировщика и наследник всех его профессиональных секретов. В 50-х годах прошлого века этот номер потряс мировую дрессору. Медведи Филатова достигли в управлении мотоциклами такого мастерства, что однажды во время гастролей в Западной Германии медведица-девочка самостоятельно выехала на автобан и покатила по направлению к Штутгарту. Немецкие полицейские бросились за ней в погоню. Браво, малышуль, давай ко мне. Ну, молодец, девочка. Давай, лапки ставь. Тот факт, что бурые медведи лучше всех остальных животных, способны держать равновесие, сегодня знают все дрессировщики мира. Но первым, кто открыл у медведей чувство баланса и использовал эту медвежью способность, был легендарный Валентин Филатов. Благодаря ему медведи в современном цирке катаются на роликах, балансируют на канате, ездят на мотоциклах. Но для того, чтобы Филатов начал заниматься дрессурой, в его жизни должна была случиться трагедия. Вале было 10 лет. Цирк его отца, Ивана Филатова, работал в городе Гусь-Хрустальный. Стояла неимоверная жара. Хозяин Шапитоа дал указание под навесом вырыть яму для медведя Кольки, чтобы того не хватил тепловой удар. Медведь очень сильно нервничал. Ему было жарко. Маленький Валя пришел проведать своего друга. Он очень часто кормил медведя печеньем. Валя не удержался и упал прямо в яму к медведю. Медведь тут же бросился на него. Бурый медведь – один из самых крупных и опасных хищников на Земле. Его средний вес – 500 килограммов. Высоту на задних лапах может достигать 3 метров. Несмотря на неуклюжий вид, у медведей очень хорошо развита реакция. А скорость передвижения превышает 50 километров в час. А вот лицевые мышцы почти не развиты. И животное лишено мимики. Поэтому его нападение всегда непредсказуемо и внезапно. Это фрагмент оскароносного американского фильма. Сцена, которая больше всего потрясла зрителей. Нападение медведя на человека. Филатовы соглашаются – да, медведь способен причинить человеку такие ужасные раны. Но только выжить после такого нападения хищника практически невозможно. Ой, он на голову прямо, ну все, его раздавил уже давно. Да я такого не могу сказать. Там какие когти, какая лапа сама, там вес какой-то. Да, там подтону, наверное. Да какой, ну его все, его уже нет. О чем речь-то может быть? Ну, это позвонки пошли. Конечно. На самом деле медведи, они как борцы действуют. В тот день, когда Валя Филатов оказался один на один в яме с разъяренным медведем, ему повезло. На его крики сбежались все работники Шапито и буквально вырвали подростка из медвежьих когтей. Зверь успел распороть ему ногу от щиколотки до бедра. В больнице рану зашили, ногу уложили в лубок. Восстановление заняло около года. Первые месяцы Филатов передвигался на костылях. Другой после такого кошмара и близко бы не подошел к диким животным. А Валентин твердо решил, буду дрессировать медведей. Тоже подтолкнул его к тому, что он может справиться с медведем, что он выжил и что он потом может с ним вот работать. На человека очень влияют какие-то особые ситуации жизненные. Выжив после нападения, Валентин Филатов стал не просто дрессировщиком. Он опередил время и разрушил стереотипы. И внедрил уникальный взгляд на дрессоры. Валентин Филатов младший из 13 детей хозяина передвижного звериного шапито Ивана Филатова. Отец и мать запретили ему работать в цирке. Они мечтали о том, чтобы хотя бы один из их сыновей стал ученым человеком. А Валентин мечтал о цирке. Пришлось бежать из дома. И работать поначалу помощником по уходу за животными. В зооуголке на ВДНХ ему удалось раздобыть двух медвежат. И он наконец начал осуществлять мечту. Дрессировать медведей. Первые шаги, конечно, были самые простые, как поводырь с медведем. Знаете, медведи водят, потом там что-то он танцует, потом что-то он там кульбит какие-то элементарные делает и так далее. Это вот его первые-первые такие были шаги. Но уже вскоре молодой дрессировщик Валентин Филатов ставит перед собой амбициозную задачу. Сделать то, чего в мире цирка еще не было. Чтобы его медведи не просто показывали трюки, а делали то, что в обычном цирке делают люди. Летали в воздухе, жонглировали, исполняли акробатические номера и гоняли на велосипедах. Чтобы люди видели в первом отделении людей, которые исполняли номера, а во втором отделении медведи повторяли, ну, копировали с цитиликоном. Но как научить медведей делать такие трюки? Для того, чтобы медвежонок начал кататься на роликах, Филатов репетировал с ним целый год. Сперва нужно было приучить животное ходить в специально сшитых ботинках. Потом к ботинкам он привязывал ролики. Еще пару месяцев потребовалось, чтобы зверь привык просто стоять на них. И лишь затем начали репетировать движения. Ко мне. Система дрессуры, которую придумал Валентин Филатов, состоит из трех этапов. Детский сад. Когда медведя приучают к рукам и голосу дрессировщика. Молодец, Мишка. Школа. Обучение простым трюкам. Кому-то нравится кататься, мы их направляем в эту стезю. То есть самокаты, велосипеды, мотоциклы в дальнейшем, то есть когда подрастут. Кто-то хороший балансер, он идет уже в эквилибр. И потом институт. Это когда медведь учится быть артистом и выходит с номером на публику. Без начального и среднего медвежьего образования у животного ничего не получится. Все как у людей. Филатов тренирует медведей по особой, собственной методике. Учитывает все мелочи и нюансы. Кажется, все получается. Но хищники все равно проявляют свой непредсказуемый характер. И медведь его мял, и у него было там смещение позвоночника. И откусили ему фалангу пальца на представлении. Прямо медведь, причем совершенно неожиданно. Не так сахар дал или какое-то движение резкое произошло. И вот так это действительно на представлении в Сочи случилось. Но он же очень был волевой человек. Он отработал, завязал этот палец носовым платком. И отработал все до конца. Потом уже поехал в скорую зашивать. Но это его не останавливает. Казалось, нет такой травмы или болезни, из-за которой Филатов хотя бы ненадолго может покинуть Манеж. Он был высокий, крупный. Ну и звали его, хоть и Валентина, а звали его Воля. С детских лет, вот Воля его, Воля, Воля. Везде его так все близкие называли. Ну, может быть, действительно, вот по духу они были как-то очень-очень симпатичны друг другу, Филатов и медведь. Потому что это действительно была его профессия. И это была его жизнь. Он проводил по две-три репетиции в сутки. Если что-то не получалось, продолжал ночью. У него был перелом ноги. В Москве он работал, он надел черный чулок на гипс. И он не мог себе позволить лежать с гипсом дома. Поэтому при любой ситуации Филатов работал. На то, чтобы создать аттракцион «Медвежий цирк», Филатову понадобилось пять лет. Он уже стал всесоюзной звездой. Собирал аншлаги. Но ему этого было мало. В то время большой популярностью пользовался фильм «Укротительница тигров» с Людмилой Касаткиной и Павлом Кадочниковым в главных ролях. Бесстрашный герой-мотоциклист вызывал восхищение зрителей. И однажды у Валентина Филатова возникла идея. А что если трюком на мотоциклах обучить медведей? Животное на мотоцикле. Сама идея казалась абсурдной. Валентин Иванович никогда не мог остановиться на достигнутом. И всегда ему хотелось чего-то большего, чего-то более важного, более интересного. Но прежде чем медведь сможет ездить на мотоцикле, его нужно научить ездить на велосипеде. Строение мышц медведя и его скелет совсем не предназначены для того, чтобы крутить педали. Но Филатов нашел выход. Он придумал специальный тренажер, на котором медведь мог бы закачать нужные мышцы. Это была конструкция с зафиксированными на месте колесами и удобным низким седлом для животного. Молодец, давай садись. Садись, молодец. С тех пор прошло 70 лет. Но технология не изменилась. Наследники пользуются изобретением своего деда и сегодня. Чтобы Мишка научился правильно крутить педали, правильно сидеть. Ну и в дальнейшем осталось его научить только держать баланс. Такая ступенька к приготовлению данного трюка. Чтобы медведь понял, что за правильным действием всегда следует поощрение, дрессировщик подкармливает велосипедиста печеньем. Это главный принцип гуманной дрессуры. Потом руки потихонечку убираем. Ну где-то через два года и несколько сотен килограмм, может быть даже тонну сахара и печенья, он поедет на велосипеде. После велотренажера дрессировщик пересадит медведя на обычный велосипед. Но человеку предстоит пробежать рядом с животным несколько десятков километров, пока оно не поедет самостоятельно. Но чтобы его медведи вот так вот самостоятельно смогли свободно ездить по автобану, Филатову в свое время пришлось непросто. В своих воспоминаниях он признавался, что и сам не думал, что будет так тяжело. Мотоциклы до ужаса пугали медведей. Никакое лакомство не могло заставить зверя подойти к грохочущей машине. Это был провал. Казалось, что впервые Филатова ожидает фиаско. Но тогда он решил постепенно приучить медведей к шуму мотора. То есть он включал музыку, ну какие-то шумовые дела, и вот приучал медведей к тому, что есть какой-то вот посторонний звук. И вот так постепенно, постепенно они вот привыкали к этому звуку, и потом уже не так боялись садиться на мотоцикл. Начинал когда это, у него не было поставлено, так сказать, это все на какую-то такую школу, да, дрессуры. Мы когда сейчас репетируем и с маленькими, и с большими, они все равно видят мотоциклы, слышат их, мы при них заводим. То есть они постепенно к этому привыкают. После того, как Филатов научил медведей не бояться шума, он начал подкармливать их рядом с заведенным мотоциклом. Спустя 70 лет новое поколение Филатовых обучает своих животных точно так же. Конечно, первое время они боятся, когда вот на мотоцикл первое садишь, то есть опять же на прикормочку, сначала просто научить его, чтобы он сидел на нем. Все, да, ты теперь валяешься, да, теперь валяешься. Вот, потихонечку ко всему привыкать. Предыдущего Мишку мы учили, мы для него купили специально новый мотоцикл и засекли на спидометре, что нам потребовалось 100 или 200 санек, 101, да, 101 километр пробежать вот рядом с Мишкой, прикармливая его, то есть чтобы он сам уже поехал в дальнейшем, чтобы можно было отпустить от него руки. Сегодня филатовские медведи так виртуозно ездят на мотоциклах, что возникает полное ощущение, что они управляют транспортом вполне разумно. 1959 год. Медвежий цирк Валентина Филатова должен был выступать в немецком цирке, недалеко от Штутгарта. Днем, пока артисты репетировали, рабочие заносили в помещение прибывший реквизит. Филатов предупредил, после разброски все двери, ведущие на улицу, в обязательном порядке закрыть. Но рабочие немцы то ли не поняли языка, то ли просто об этом забыли. Это был шапито, и это были открытые ворота, и это был простор. Простор, пожалуйста, двигайся, куда хочешь, туда и езжай. На репетиции никто не заметил, как медведица по кличке Девочка, сделав на мотоцикле положенные круги по манежу, проскользнула в настежь распахнутые двери, выехала на шоссе и покатила прямо по направлению к Штутгарту. Только представьте, живой медведь на мотоцикле посереди скоростной трассы. Когда Валентин Филатов понял, что артистка пропала, он бросился на поиски. А в это время о необычном водителе шокированные очевидцы уже рассказывали в полиции. На перехват срочно выслали несколько полицейских бригад. Но Валентин рассчитывал остановить свою мотоциклистку еще до их приезда. Медведь видит, медведь едет, ну и переключает на зеленый свет. Фонари-то эти, светофоры. Ну и все, а потом папа на мотоцикл и за ним. Перехватить медведицу-беглянку удалось почти на въезде в Штутгарт. Если бы в мотоцикле не закончился бензин, она бы так и ехала в потоке автотранспорта. Слышу, что ты наделал? На следующий день Филатова вызвали в полицейский участок. Каким будет штраф, артист даже не мог предположить. Но Валентина Филатова ждал торжественный прием, где вместо штрафа ему вручили водительские права на имя медведицы-девочки. Слава медвежьего цирка гремела на весь мир. Среди его поклонников был даже знаменитый Сальвадор Дали. Мотоциклистам Филатова рукоплескали цирки всей Европы, Северной и Южной Америки и даже на мотоциклах. Выступал за границей с большим успехом. Вы можете им гордиться. Поздравляем. Зрители недоумевали и долгое время даже ходили разговоры, что медведи у Филатова не настоящие. Недаром англичане писали тогда, что в шкурах люди ездят на мотоциклах. Подходили к клеткам и вплоть до того, что обман какой-то происходит, все-таки на представлении происходит какой-то обман. Потом стали писать, что мотоциклы у Филатова на пульте управления. Как-то на гастролях в Японии к Валентину Филатову за кулисы пришли представители известного автоконцерна. Они попросили дрессировщика показать им устройство, при помощи которого он управляет мотоциклами на расстоянии. Ему предложили японские мотоциклы. И Филатова, через две недели, пожалуйста, приходите, и вы увидите, что медведи будут кататься на этих мотоциклах. И на самом деле, значит, зрители увидели японские мотоциклы и наших бурых медведей, которые ими управляли. Они их оставили, эти мотоциклы, и подарили. Все. Медвежий цирк – это грандиозное достижение для всего циркового сообщества. Но сколько было в этом тяжелого труда, бессонных ночей, терпения, боли, разочарований, знал только он сам. И немного его близкие. Человек такой был, что ему отпуск не надо, он мог несколько лет не отдыхать. Это его жизнь была. Вот это его жизнь. Он должен был узнать, что здесь происходит, как их кормят, как их поят, кто на дежурстве, что тут происходит. Безумный ритм работы, травмы, переживания бессонной ночи сделали свое дело. Врачи поставили Филатову инвалидность и запретили ему работать. Когда в 78-м году уже в Кирове ему было уже плохо со здоровьем, и действительно ему говорили, что, «Максим Иванович, не надо выходить в Манеж». Он всегда говорил, «Вы что, на меня люди купили билеты. Как это я их обману? Нет, я буду работать». И вот приезжала скорая перед его выходом, делала ему укол, он отрабатывал. Это кадры 1978 года. Почти невозможно поверить, что через год его не станет. Валентин Филатов прожил всего 58 лет. 50 из них посвятил цирку. Пережил 7 инфарктов. Создал десятки трюков и поднял планку дрессуры диких зверей на невиданную высоту. И умер-то он улыбающийся. Он сладкий. Так что человек солнечный. Сегодня Филатова – знаменитая цирковая фамилия. Дети и внуки Валентина Филатова работают в разных цирковых жанрах. В том числе и в дрессуре. И не только медведей. Юля Филатова – внучка знаменитого артиста. Единственная из его внуков, которая застала дедов живых. Она стала дрессировщицей леопардов. А ваши дети жалуются на то, что фамилия Дарит? Жалуются. Ведь это бренд, за которым следят. И за которым мама все время им капает и капает. Потому что надо быть лучше, лучше, лучше. То есть иногда им хочется быть Ивановыми? Даже, может быть, Петровыми. У династии Филатовых есть сейчас будущее, на которое вы рассчитываете? Да. Это? Во-первых, я очень рассчитываю на Александра Филатова, сына Татьяны Валентиновны Филатовой. Потому что есть там будущее, очень хорошее будущее, очень крепкое. И рассчитываю на своего сына Михаила. Потому что он продолжает нашу династию не только как дрессировщик, но и как, может быть, оригинальные жанры. То есть у нас фаевает определенные оригинальные жанры. Дети и внуки Валентина Филатова делают все, чтобы медвежий цирк сохранился до наших дней таким же грандиозным и удивительным, как его придумал их папа. Просто аттракцион – это подарок для нас. Потому что мы все время ощущаем и папа на присутствии, и то, что было создано. И с благодарностью вспоминаем, что он нам подарил вот такое чудо. Почему мы любим цирк? Да потому что именно здесь стирается та невидимая грань, которая делит нас всех на взрослых и детей. Ведь в цирке, возможно, все. Приходите и убедитесь сами. Ну а теперь вопрос. Что связывает династию Филатовых и династию Корниловых? Свои ответы присылайте на наш почтовый ящик и подписывайтесь на наши страницы Facebook и Instagram. Там тоже очень много интересного. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!